Вертолёты санитарной авиации ждут своего вылета на медицинское дежурство. Французские воздушные суда привезли в Приморье несколько месяцев назад и сейчас проходят процедуру оформления. С вертолётами, как вы можете убедиться, всё в порядке. Они точно так же новые, неиспользованные, неэксплуатируемые. Вот со 2 ноября они приступят к своей работе. Если всё идёт в рамках сроков по процедуре конкурсной. В этих вертолётах 5 пассажирских мест, но конструкция такая, что можно перевезти и одного лежачего пострадавшего. Вот эти две сидушки убираются полностью, вот это убирается полностью, вот это убирается, это убирается, то снимается. Буквально в течение получаса всё это снимается, устанавливается. И сюда ставятся носилки. Необходимое медицинское оборудование поступит в конце октября. Но пока машины проходят ежедневный технический осмотр и раз в месяц прокручивают лопасти. Технические показатели этих вертолётов отлично подходят для работы в Приморье. Без дозаправки машина может находиться в воздухе 3 часа. Этого времени хватит, чтобы пересечь всё Приморье. Кроме того, вертолёт может приземлиться даже в условиях сложного рельефа. Потолок у него может достигать 7 тысяч метров над уровнем земли. То есть в кислородном оборудовании экипаж может находиться на довольно большой высоте. И вот 4 года назад вертолёт этот совершил посадку на Эвересте. То есть характеристики у него очень хорошие, он мощный очень. Эти модели вертолётов развивают скорость до 270 км в час. Пострадавших из самых отдалённых районов Приморья будут оперативно доставлять в медучреждения. После того, как на вертолёты подготовят все необходимые документы, одна из машин останется во Владивостоке, другая будет базироваться в Кавалерово. Такое расположение позволит быстро осуществлять медицинские рейсы по всему Приморскому краю. Ольга Скрипникова и Максим Малыгин. Панорама.